Уважаемые любители футбола, Кевин Дебрёйни уже не первый год является одним из лучших полузащитников мира. Ключевой винтик в механизме, который создал Гвардиола. Мы представляем символическую сборную АПЛ прошлого сезона, по мнению Кевина Дебрёйни, на основе карточек FIFA 20. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Вратарь. Алисон Беккер. Своей уверенной игрой Алисон доказал, что не зря стал вторым самым дорогим кипером в истории. А прошлый сезон был лучшим в карьере бразильца. Только вдумайтесь, Беккер выиграл Лигу чемпионов и Копа Америка, а также стал обладателем звания лучшего кипера Кубка Америки, АПЛ, Лиги чемпионов и вратарём года по версии FIFA. И всё за сезон 2018-19. Даже Дебрёйни не смог не прокомментировать его выступление. Очевидно, он хороший парень. Один из лучших за прошлый сезон, как и Эдерсон, который, кстати, лучше играет ногами. Но у Беккера в игре рефлексы под 90, так что да, выбор очевиден. У него был действительно хороший сезон. Правый защитник – Кайл Уокер Ещё в составе шпор эксперты начали отмечать универсальность Уокера. Кайл способен сыграть как справа, так и в центре обороны. С 2017 года он выступает за Сити, который выложил за англичанина почти 53 миллиона евро. Уокер внёс немалый вклад во второе чемпионство горожан подряд и стал одним из лучших защитников лиги, что подтверждает и его одноклубник. Кевин. Справа в защите очевидно Уокер. Пас – 91. А дриблинг ещё лучше. Общая оценка – 84. Слишком низкая для него. Он уже всем доказал, что является одним из лучших правых защитников на протяжении последних 5-6 лет. Кайл очень долго играет в АПЛ, так что он заслужил попасть в эту сборную. Центральный защитник. Вирджил Ван Дейк. Ван Дейк относится к такому типу игроков, которых пожелает любой тренер. Рабочая лошадка, ориентированная на команду, да ещё и с лидерскими качествами. В прошлом сезоне он был настолько хорош, что противникам удалось пройти его всего пару раз. Голландец знатно помог красным не только выиграть главный европейский трофей и суперкубок УЕФА, но и стал лучшим защитником Лиги Чемпионов, Премьер Лиги и защитником года по версии УЕФА. Кевин. В центре обороны Ван Дейк. Да, на данный момент голландец – один из лучших защитников мира. Он очень хорош. Вирджил намного быстрее, чем может показаться с трибун. У него не самый лучший пас, в игре всего 77. Но голландец играет в центре защиты, ему и не нужен самый точный пас. Его задача – выносить мяч. Центральный защитник. Тобби Алдервейрлд. Это один из ключевых игроков Шпор. Если бы не его гранитная оборона на пару с Вертонгеном, вряд ли бы Тоттенхэм был в топе английского футбола и боролся за трофей Лиги Чемпионов в том году. Но, по мнению многих журналистов и комментаторов, он перерос лондонский клуб. Алдервейрлд за четыре года в британской столице не выиграл ни один титул. Зато Кевин его очень ценит. Следующий – Алдервейрлд. Мы с ним знакомы. Он очень жесткий тип, практически не допускает ошибок, что очень важно для защитников. На него всегда можно рассчитывать. Тобби регулярно играет и редко травмируется. Бельгиец – очень важный игрок в команде. Левый защитник. Эндрю Робертсон. Халл-Сити дал ему путевку в большой футбол, ведь из-за серии хороших матчей им заинтересовался Ливерпуль. Эндрю способен отбегать весь матч на высоких скоростях, отрабатывая их в защите и в атаке. Клоп лично настоял на том, чтобы в январе этого года шотландец продлил контракт с клубом. Неудивительно, что с Эндрю в старте Ливерпуль два года подряд играл в финалах Лиги Чемпионов, а один из них выиграл. Кевин. Слева – Робертсон. Этот парень невероятно прогрессировал за последних два года. Поднялся с низов, но полностью влился в команду. Ему подходит стиль к разных. У Эндрю хорошая энергия, точный пас, и он постоянно бежит. Поэтому он и стал игроком Ливерпуля. Центральный полузащитник. Нгало Канте. Всего за сезон в Лестере он стал лучшим игроком чемпионской команды и заслуженно ушел на повышение в Челсе. В составе «Синих» француз выбился в лидеры наравне с Азаром. А в прошедшем сезоне был главной движущей силой аристократов, прерывая атаки соперников и начиная собственные. Во многом, благодаря его уверенной игре, Челсе завоевал Лигу Европы в сезоне 2018-19. Канте – один из игроков центра поля на данный момент. Но о нем не так много говорят, исключительно из-за чрезмерной скромности футболиста. Кевин. В центре поля – Канте. Я думаю, все знают его сильные стороны и понимают, почему Нгало находится в этой сборной. Он как клей в команде, который собирает вокруг себя весь коллектив. К тому же он еще и отлично отрабатывает в защите. Я бы, конечно, взял Фернандиньо, но Канте сюда подходит чуть больше. Центральный полузащитник. Кристиан Эриксон. Универсальный игрок, способный работать обеими ногами, отлично пробить или отдать ключевой пас. Если бы не он, то вряд ли бы Тоттенхэм добрался до финала Лиги Чемпионов. Но как и Alderweireld, Эриксон хочет покинуть команду и перейти в более конкурентноспособный клуб. По последним данным, датчанин входит в шортлист Реала уже второй сезон к ряду. Кевин. Еще один полузащитник – Эриксон. Думаю, нас с ним можно сравнивать. Он очень креативный. Знаю Кристиана еще с тех пор, как он выступал за Якс. Его игра за клуб и сборную поражают. Все в Тоттенхэме отзываются о нем хорошо. Я считаю, он крайне важен для команды. Неудивительно, что датчанин в символической сборной. Это мое личное мнение. Центральный атакующий полузащитник. Кевин Дебрёйне. Бельгиец не мог не попасть в суперкоманду ОПЛ за прошлый сезон, ведь он действительно достоин находиться среди лучших. То, что Кевин творит на поле в последние годы, заслуживает отдельные похвалы. В этом сезоне он успел отдать 9 голевых передач и забить 2 гола в 9 матчах. Невероятная статистика. Кевин. А вот и я. У меня рейтинг в игре 91. Это много. Могу сказать, что мне следовало бы больше входить в штрафную, но я чаще предпочитаю бить издалека. В таком случае у вас должна быть точность удара, а также сила. Всегда стараюсь играть серьезно, не использую много финтов. Да, я это все умею и люблю, но чаще на тренировках, чем в матче. Понимаю, что болельщики всегда рады видеть футбольные трюки, но что поделать, я таков. Кстати, из года в год в игре FIFA мои пасы все хуже и хуже. Видимо, я остановлюсь все медленнее. Правый нападающий. Мохаммед Салах. Юрген Клоп сделал из египтянина топового нападающего, сдвинув его ближе к воротам при схеме 4-3-3. Салах на время стал главной звездой АПЛ. Много забивал и своей игрой помог Ливерпулю взять Лигу чемпионов и занять второе место в чемпионате. Неудивительно, что он нашелся в этой команде. Кевин. Следующий — Салах. За последних два года он сильно прогрессировал. Складывается ощущение, что он забивает голы ради забавы. Ливерпуль с ним в атаке очень опасен. Он много пасует и играет крайне глубоко в нападении. Для него все словно веселье, поэтому египтянин так хорош. Центральный нападающий. Серхио Агуэра. Аргентинский форвард уникален. На протяжении многих лет он демонстрирует стабильно высокий уровень игры в атаке. В сезоне 2018-19 Кун наколотил 21 гол и отдал 8 голевых, заняв второе место по системе гол плюс пас. Его игра помогла Сити взять очередной трофей, которых у Агуэра накопилось 12. Однако в этом списке до сих пор нет трофея Лиги чемпионов. Кевин. Кун. Выбрать нападающего крайне сложно. У нас хорошая взаимосвязь. Помню, что ему нравится. А он знает, куда я отдам мяч. От понимания очень многое зависит. Последних 10 лет Серхио делает одно и то же. Забивает. Играть так долго на прекрасном уровне для меня очень убедительный аргумент. Левый нападающий. Рахим Стерлинг. Стерлинг был неплох в Ливерпуле, но лишь при Гвардиоле англичанин сильно прибавил и заслуженно занял свое место в основе как клуба, так и сборной. Стерлинг – универсальный футболист, которого можно использовать и справа, и слева в атаке. Рахим очень помог команде выиграть чемпионат не только взятиями ворот, но и голевыми передачами. 17 голов и 10 ассистов для молодого игрока – отличный результат. Кевин. Последний. Рахим. Мы пришли вместе в команду. Прогресс, которого он добился за последние 5 лет, невероятен. Забивает под 30 мячей за сезон и раздает около 15 передач. Очень эффективный игрок. Кстати, Стерлинг отлично знает, как оказаться в нужном месте. В штрафной Рахим забивает намного чаще, чем за ее пределами. Но он работает над этим. Парню только 24. У него еще много времени. Далее следующий вопрос. В прошлом сезоне сразу трое игроков стали лучшими бомбардирами АПЛ. Друзья, о каких футболистах идет речь? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...